Меня зовут Оксана Юрьевна Цицер, я независимый эксперт и нештатный эксперт Минприроды России, проработавшая весь срок государственной службы в этой системе с 1988 года и по 2012 год, непосредственно на госслужбе. В настоящий момент я продолжаю свою деятельность, поскольку я не могу от нее оторваться, она всю жизнь мою занимала, и являюсь еще советником на проекте Глобального экологического фонда по созданию кадастро Портути в России. Чем интересен этот проект, что он заряжен вместе с конвенцией Миномата, Миноматская конвенция Портути, которая только в прошлом году Россия к этой конвенции присоединилась. И нам сразу же, поскольку мы активно работали в разработке этой конвенции, нам предложили в России делать такой проект по созданию кадастро. И Глобальный экологический фонд выделил средства, и вот можете себе представить, что позавчера они продлили выделение средств в Нью-Йорке на этот проект. То есть это о чем-то говорит. Потому что мы проект делаем неплохо. Вот будет мой начальник здесь после обеда выступает на круглом столе и расскажет об этом проекте. Может быть, вам тоже будет интересно. Но, видимо, все-таки экология, вот этот факт, что международный уровень, вот это решение этих проблем, все более и более актуален. Видимо, это все-таки созданная для чиновников и для экспертов, и для обычных людей, для выигрышей. Это часть, созданная культура. Конечно. Это, конечно. И принятие решения зависит тоже от культуры понимания. Я вам сейчас скажу, вы как все-таки представители в большей степени гуманитарной сферы, вы меня поймете, потому что я об этом постоянно говорю. Дело все в том, что все природоохранное движение и развитие на государственном уровне, откуда оно получило свои истоки? Оно получило из гуманитарной среды, когда ведущие писатели, ученые, музыканты, деятели культуры из всех уровней поднялись в 88-м году, в 89-м, и заявили о том, что необходимо охранять нашу природу. Значит, это вот все наши известные, Распутин, Остафьев и прочие все ученые, они завели всю страну, потому что к ним, конечно, прислушивались. И они завели и добились того, что был создан комитет по охране природы на уровне Советского Союза, было 32-е постановление ЦК КПСС об охране природы. Да, да, да. Ну, до этого, понимаете, вот, как назвать это не значит делать. Вот, охраняли природу всегда, у нас существовало общество охраны природы 170 лет. Вот, все занимались этим, просто понимая, что это составная честь культуры, независимо от того, как это назвать. Вот, а просто потом это получило новый, как бы, импульс, и, к сожалению, получилось так, что не произошло к эволюции, естественно, научной и гуманитарной, а немножко они разошлись. Вот, когда гуманитаристы сделали свое дело, они ушли, на их место пришли естественники. А естественники начали уже делить по клеточкам, делить по направлениям, вот, охрана почвы отдельно, вот, охрана воздуха отдельно, охрана воды отдельно. И в итоге, да, да, и в итоге потом получается, что это не так. Точно так же, когда вам говорят, что вот, а экологический норматив, значит, почему у вас нет экологического норматива? А в принципе, вот, мое такое мнение, что его и не может быть, потому что у нас экологическое нормирование, оно регулируется экологической экспертизой, которая учитывает все комплексно факторы, и невозможно для каждого случая прочитать какой-то коэффициент, который можно потом тиражировать на другие вещи. Вот, это невозможно. Вот, и, но нас все равно не понимают, естественники, они не понимают. Вот, санитарные предприниматели говорят, давайте, давайте вот свои разрабатывайте, что вы наши берете, санитарно-генеческие. А здесь не получается, здесь надо и то, и другое, и третье, и десятое. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может быть, вот, то, что многие экологически важные программы, природоохранные, да, там, по утилизации отходов, так далее, буксуют, ну, по финансовым, или там, чиновничьим, в том числе и не только из-за нехватки финансовых средств, или вторичного отношения к этим вопросам, в плане финансового. Ну, и потому что сама экологическая культура недостаточна от всех принимающих решений. Абсолютно верно. Потому что, когда мне говорят, покажите мне, вот, кто у нас экологически культурный человек, я говорю, пойдите в любую деревню глухую, подойдите к бабушке Мане, она будет самым известным экологом. Потому что она никогда не допустит, чтобы что-то ушло в отходы, она будет все использовать. Она никогда не будет за собой, значит, грязь оставлять, она будет думать о том, как ей жить на будущий год и на следующий год, и содержать в порядке. То есть мы почему-то считаем, что это так, мелочь. А на самом деле это вот основная часть нашей жизни. Если мы детей с детства, так сказать, вот воспитываем в таком ключе, они потом и взрослости будут. У нас, кстати говоря, хороший проект, который реализован был в Пущино, назывался «Малыши и няньки». Когда дети младшего школьного возраста читали лекции по экологии дошкольников, воспитатели лежали штапелями. Потому что они на своем языке объясняли, как надо и как не надо поступать. И вот эти программы по детям, по дошкольникам, по экологическим состояниям, они чем важны? Когда я пришла в Госкомприроду и поняла, что перевоспитать взрослого человека невозможно никаким образом, только что если деньгами или наказанием, понимаете, а это не всегда срабатывает, то надо начинать с детей. Поэтому вот я начинала с детей и продолжаю до сегодняшнего дня. И когда ребенок приходит из детского сада домой и говорит, папа, а ты неправильно делаешь, так нельзя. И рассказывает бабушка, вот нельзя это выкидывать, это можно использовать. Он таким образом делает значительно больше, чем все предохранные организации вместе взятые. Потому что он давит на стыд, на то, что вот это действительно нехорошо, на совесть. А мы здесь иногда забываем вот это все в другой плоскости. В другой плоскости, да, потому что когда мы говорим вот о городах, вот вы все-таки журнал, которые, и издания, которые связаны больше с городами зелеными. Вот, значит, когда мы говорим о городах, о чем в первую очередь мне приходит в мысль? Когда ребенок идет, у него какой рост? Меньше метра. Значит, все, что он дышит, это то, что находится в пределах метра от земли. И когда мы говорим, что вот мы то-то применяем, там, какие-то гололедные реагенты, мы там, значит, что-то еще делаем, то мы должны в первую очередь рассчитывать вот на этот уровень, вот на это думать. И где этому ребенку гулять? Где прокладывать дороги, чтобы он детский сад шел из дома и обратно? Где, значит, как-то все это организовывать? Где площадки строить? Чем выстраивать эти площадки, чтобы не покрывали фенольным покрытием, так сказать, вот эти площадки? Вот, чтобы они не были красивые, а чтобы они были безопасными. Вот, понимаете? Вот, а у нас тратятся бешеные деньги на кошмар. Вот у нас, я живу в Немчиновке, рядом с Колково, у меня перед окном, с Колково. Вот, и у нас выстроили детскую площадку, заплатили за нее 16 миллионов рублей. Мимо нее пройти нельзя, она воняет. Вот, я обозлившись, и местные... Там химические вот эти, да? Да, я с местным населением, мы, значит, когда начали разбираться всем этим делом, поскольку я международными делами занималась много лет последних в Минприроды, ездила часто в Женеву на конвенциальное совещание. И я была в маленьком городке Ньон под Женевой, где находится ФИФА. И за счет ФИФА и подобных организаций Ньон прекрасно живет. И я когда проезжала по Ньону, потому что он такой же, как вот наш поселок Ново-Ивановское по размерам, наверное, вот, значит, увидела очень много площадок. Зашли в муниципалитет. Я спросила, сколько у вас обошлось строительство этой площадки? Вот вы не поверите, но это... Детская, детская. Детская, да. Что это, ну, на один, на два порядка дешевле, чем заплатили наши Одинцовские бизнесмены. Вот за вот эту вот, извините, высоту. Вот. То есть вот всегда у нас вот почему-то исходит из того, что вот если вот красиво нарисовал, красиво поставил, да, вот, то это все будет и хорошо. Вот. А вот что при этом человек думает, как вот он рассчитывает на будущее это все? Как ему хотелось бы жить? Что значит вообще зеленый город? Вот. Что значит зеленый? Вот когда нам в Ново-Ивановском предложили вместо парка, у нас с нашей территории зеленой ушли в Сколково, и мы пытались, и пытаемся до сегодняшнего дня, чтобы поле, разделяющее нас, школу и три кита, вот такое маленькое поле там, вот чтобы оно под парк, потому что у нас все парковые территории. Они категорически нет, потому что уже какому-то бизнесмену по застройку это дело обещали. И сделали цинично парк Победы в 10 метрах от Минского шоссе, дорожку проложили и высадили деревья. Вы понимаете? Ну вот как это назвать? Вот. Это просто вот. И вот в этой связи я бы хотела здесь сказать для вас, что есть такая программа Хабитат, ЮНЕПовская программа, да. Это программа в рамках, значит, ЮНЕП, ЮНЕП, ООН, да. Программа Хабитат, которая именно рассматривает вопросы, значит, вот устойчивого развития и зеленого строительства городов от малых до великих на всей планете. И очень большой багаж на работу. Вот. И можно было бы это все адаптировать на наших территориях. И в Подмосковье, и в Москве. Вот. Потому что это не требует особенных денег. Это требует совсем другого просто подхода, взгляда на жизнь. И к экономике. Да. И к экономике, и к энергетике. Потому что мы говорим, вот у нас энергии не хватает. Вот у нас что-то там еще. Я вот только что приехал из Крыма. Значит, сами понимаете, что в Крыму там не самый сейчас благоприятный экономический климат. Вот. И в том судаке, в котором я уже много, 30 лет проводим конференцию Российской Академии Наук, вот, значит, мелкие гостиничные, вот эти вот владельцы, которые очень мало зарабатывают, тем не менее, все свои крыши покрыли солнечными батареями. И они всю горячую воду получают за счет солнечной энергии. А что это даже в российских СМИ почти об этом речется? А они что? Потому что это у нас монополии других, у нас монополии других производителей энергии. Я была в Китае в прошлом году. Сейчас ни один жилой дом в Китае не строится без солнечных батарей на крыше. Понимаете? То есть вот даже такой маленький... Это даже в Китае, да? Да, это даже в Китае. Вот. Я не говорю о том, что после Фукусимы буквально через месяц приехала большая китайская делегация в Россию и представляла свои проекты по биоэнергетике, использование биогаза и прочего, больше 20 фирм. Сейчас Китай пошел на это направление. Вот. Значит, у нас так это, по-моему, до сих пор не шатка не было. У биоточечной энергии. Вот. А они просто сразу же подумали, что этот источник энергии, который был до этого как бы приоритетом атомной энергетики, значит, неизвестно, как дальше будет развиваться, а здесь это будет всегда. Что касается биотоплива, значит, с этими городами, с нашими проблемами. Вот. Поэтому здесь это надо всегда смотреть не только с экологической, но и с экономической точки зрения, причем с счетом на будущее, а не 7 минуты отдачу денег. И учитывая еще и здоровье населения, и здоровье детей. Меня, конечно, очень сильно, так сказать, сразу же заинтересовало, как будут дальше дела. Я позвонила своим друзьям Росатоми, которые когда-то там работали. И мой друг один был замминистра по экономике Росатома. Ну, это очень достаточно серьезный человек. Я его спросила, как будет дальше с атомной энергетикой? А он мне сказал, а что теперь может быть дальше, когда солнечная энергия по своему производству дешевле сейчас обходится, чем производство атомной энергии? Все. Можно сколько угодно говорить, что это там хорошо, красиво, но если это экономически несостоятельно, то оно не будет иметь жизни. Пока оно имеет еще какой-то вариант выживания за счет инвестиций, за счет каких-то обещаний, за счет покрытия, не решение проблемы отходов, которые в данном случае серьезнейшие. Вот мы под Красноярском сейчас завод по переработке поставили отходов, это мы что-то будем свозиться со всего мира или как? То есть вопрос такой возникает, потому что мало своих отходов. Вот мы противостояли, вот Ростехнадзоре, когда я работала в Минприроды, довольно долго противостояли попыткам ввозить в Россию отработанные использованные шины. Потому что Казахстан очень хотел сюда ввозить. И до сих пор хочет. Да, и до сих пор хочет, да. А мы говорили, а у нас что, своих мало, зачем нам еще вот это-то? Потому что кроме того, что это действительно можно преобразить в строительный материал, еще есть порт, есть еще другие составляющие, которые просто пойдут на свалку. И если нет системы переработки, то это будет очередная свалка. А зачем нам владеть наши свалки? Нас хватает. То есть вот последнее, да и не последнее, практически все время, пока я работала в этой системе, я занималась именно вопросами оптимизации, гармонизации международного законодательства с российским законодательством. И оптимизации наших действий, которые были бы направлены на уменьшение затрат, но именно на экологическую составляющую и на развитие всех. И я думаю, что сделано было довольно много. Я в этом отношении здесь не сомневаюсь. Другое дело, что сейчас идет некий возврат. Мне мои друзья, философы, еще в 90-х годах вначале говорили, что ты в эйфории. Потому что для того, чтобы перестроиться, вот наше сознание перестроилось, должно пройти не меньше 30-40 лет. И сейчас, я думаю, что должно пройти, наверное, еще больше. То есть мы опередили свое время. Но с другой стороны, вот сейчас всеобщие полушизопринические, извиняюсь, компании по сокращению всего и вся, ведь во многих регионах подпадают именно экологические программы, вот эти, которые идут быстро. Ну, вы знаете, вот до смешного доходит. Нет, это вот по поводу экологической культуры. Да, да, да. Потому что секвестеры бывают во многих странах, но они не касаются экологии. До смешного доходит. Я вела очень много проектов, ведусь сих пор, по устаревшим пестицидам, по ликвидации запасов устаревших пестицидов. Мы делали инициализацию именно природы, мы делали инициализацию именно сельхоза. Мы, так сказать, решили проблемы во многих городах с помощью международного, кстати говоря, немножко дотационного финансирования и вложения местных властей. Вот, но сейчас вот в Челябинске мне сказали Росприроднадзор, я этого даже не знала, что оказывается функция контроля и вообще решения проблемы со устаревшими пестицидами ушла из Минсельхоза, из Россельхознадзора в Росприроднадзор. То есть теперь Росприроднадзор должен заниматься устаревшими пестицидами, вот, видимо, как отходами, но извините, а кто их наплодил-то?